В Сочи может выпасть снег. В ближайшие два дня ожидаются ухудшения погодных условий. Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Детские площадки, парковки и самоволки глава Сочи обсудил с жителями Центрального района наболевшие вопросы. Королевским гонкам нужны добровольцы. За 100 дней до Гран-при России Формулы-1 дан старт набору волонтеров. В Сочи появился реликт. Одноименная выставка Виталия Окуня. Это новый взгляд на скандинавский эпос. Жители Кубани стали больше доверять полиции. Если в 2012 году работу органов внутренних дел положительно оценивали 36% населения, то в 2016 практически половина людей в регионе видят в полицейских свою защиту. Результаты общественного мониторинга сегодня озвучили на коллеге Краевого управления МВД. Там обозначили и основные направления работы в нынешнем году. В 2017 году нам следует сконцентрировать усилия на раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений, а также против личной и мущественной безопасности граждан. Особое внимание необходимо обратить на предупреждение раскрытия краж и мошенничеств, совершенных с использованием информационных технологий, в том числе среди средств мобильной связи и сети интернет. Правоохранителям придется усилить работу и в борьбе с коррупцией. Об этом в своем выступлении сказал губернатор края. Вениамин Кондратьев подчеркнул, подобные преступления бьют по экономике региона и портят его инвестиционный климат. Что касается преступлений коррупционной направленности, коллеги здесь их мало выявлять. Нужно сделать так, чтобы любое выявленное преступление доходило до логического завершения. То есть тот, кто виновен в коррупционной схеме, должен однозначно сесть на скамью подсудимых и отправиться в места не столь отдаленные. Вот здесь это очень важно. Если будет неотвратимость наказания за коррупционные составляющие, то на самом деле я уверен, мы это зло сможем победить. Подобную работу необходимо проводить совместно, в том числе и на законодательном уровне, считает председатель Кубанского парламента Владимир Бикетов. На заседании обсудили и то, как повысить безопасность на дорогах. Только в прошлом году в авариях погибло почти тысячи человек. Нарушителей правил дорожного движения нужно наказывать жестко, призвал автоинспекторов глава региона. Не взирая ни на какие корочки в кармане, не взирая на должностное положение, то есть он должен также нести ответственность за нарушение правил дорожного движения. А когда демонстративно он показывает корочки и уезжает на глазах у многочисленных других водителей, тогда призвать к тому, чтобы все соблюдали правила дорожного движения, невозможно будет. Коллеги, мы все живем в реальном обществе. Фраза «у людей рука руку моет» вот здесь должна остаться в прошлом. Мы должны понимать, что если мы хотим жить безопасно, на самом деле мы, дети наши, то надо абсолютно делать безопасность в станице, в районе, в городе, безопасность в крае. Тогда это добудет и личная безопасность. В целом, по итогам прошлого года, кубанскими полицейскими раскрыто больше 37 тысяч преступлений, в том числе и в общественных местах. Их количество снизилось на 11%. Елена Всецина, телекомпания ФКТ. В Сочи может выпасть снег. На курорте в ближайшие два дня ожидается ухудшение погодных условий. Вечером 22 января возможно понижение температуры воздуха в прибрежной зоне до минус 2, а в горах и до минус 7 градусов. Ожидается и усиление ветра. Порывы, возможно, достигнут 14 метров в секунду. В связи с таким прогнозом, сегодня в городской администрации состоялось заседание комиссии по ЧАЭС. Возглавил заседание КАЧЭС первый заместитель главы города Мугдин Чермит. В предстоящие сутки осадки будут несущественными. В прибрежной зоне возможен дождь, а в горных районах мокрый снег. Ухудшение погоды произойдет в ночь на воскресенье. Где-то в середине ночи мы ожидаем приближение до низшего проходения холодного фронта на территории города Сочи. С этим будут связаны более интенсивные осадки и понижение температуры воздуха. Как уже прозвучало прибрежная зона, добавляя минус 2 в ночные часы, в предгорной зоне до минус 5, в горной зоне более низкие температуры. Таким образом, в воскресенье в центральной части города возможен мокрый, а в горах и сухой снег. Снежный покров в отдаленных населенных пунктах может достичь 10 сантиметров. Такие погодные условия сохранятся ровно на сутки, затем картина улучшится. Тем не менее, чтобы в выходной день не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, Мугдин-Черми дал ряд распоряжений главам районов, коммунальщикам, сотрудникам госавтоинспекции, спасателям и специалистам других служб города. Все все знают. Естественно, нужно подготовить персонал, технику. Нужно привести готовность бригады по очистке деревьев от мокрого снега, принять меры по укрытию теплолюбивых ластений. У нас есть высокогорные участки в Центральном районе, в Хостинском районе, в Лазаревском. Во всех территориях есть высокогорные участки, где при малейшем выпадении снега у нас, как обычно, начинаются проблемы. Выпадение мокрого снега может стать причиной образования гололеда на дорогах. Поэтому автовладельцев просят воздержаться от поездок на личном транспорте с летней резиной. Для своевременной расчистки трасс в готовность приведут уборочную технику. Первый заместитель главы города также распорядился, чтобы бесперебойной была работа объектов жизнеобеспечения и общественного транспорта. Татьяна Говоркова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. В Сочи в акватории Черного моря водолазами МЧС России специалистами Черноморского флота были обнаружены три авиабомбы и самолет времен Великой Отечественной войны. Авиабомбы, предположительно, типа ФАБ-100. Они были обнаружены на расстоянии 800 метров от берега. Авиабомбы и двухмоторный самолет времен Великой Отечественной войны, без носовой части, перевернутый вверх шасси, лежали на глубине 15-20 метров. По предварительным данным, это может быть военный самолет модели А-20 Дугла с американского производства. Воздушные суда данного типа в годы войны поставлялись в СССР, оснащались тремя крупнокалиберными пулеметами и были способны нести боевой запас до 900 килограммов. В ближайшее время водолазам-спасателям МЧС предстоит поднять и обезвредить взрывоопасные находки. Подъем самолета, имеющего высокую историческую ценность, планируется осуществить совместно со специалистами ВМФ. Сейчас специалисты чрезвычайного ведомства проводят дополнительные обследования и подготовительные работы для уничтожения авиабомб. Отопительный сезон продолжается. Для пожарных это самая горячая пора. Неправильная эксплуатация отопительного оборудования зачастую становится причиной пожара. Так, с начала года только в частном секторе произошло 9 возгораний. Есть погибшие и пострадавшие. Чтобы не допустить повторения трагедии, государственные инспекторы по пожарному надзору отправились в очередной рейд. Гаражный кооператив на улице Альпийская. В боксах давно вместо железных коней живут люди. Владимир Черепахин в их числе. В его гараже уместились спальня и кухня. Хозяин позаботился и об уюте. Чего не скажешь о безопасности. Так, не на своем месте оказался газовый баллон. Под вашим гаражом получается. Ну а если он взорвется, вы понимаете? Не взорвется. Дай бог, чтобы не взорвался. Хорошо, я... Эти требования необходимо выполнять. Требования просты. Газовый баллон должен находиться в металлическом ящике с вентиляцией и пометкой «Огнеопасно». За их несоблюдение – административная ответственность и штраф. После таких мер Владимир Черепахин обязательно приведет свое газовое оборудование в порядок. Ящик сюда, маленький баллончик. Все будет с вентиляцией, как положено. Всех буду инструктировать тоже, чтобы было более безопасно у нас. С улицы Альпийская на Пионерскую. Здесь только за месяц произошло два пожара. По предварительным данным, их причиной стала неправильная эксплуатация электрооборудования. Напомнить жителям этой улицы элементарные правила безопасности прибыли государственные инспекторы пожарного надзора. Если жители пользуются электроприборами нагревательными, то нужно помнить о том, что все розетки, вилки и приборы должны быть исправными. Нагревательные приборы запрещается размещать вблизи штор, мебели. Также электроприборы не следует оставлять в режиме ожидания. Нужно обязательно выключать все приборы из розетки. В некоторых домах на улице Пионерская до сих пор сохранилось печное оборудование, за которым глаз да глаз. Неправильная эксплуатация также может стать причиной пожара. Следующий пункт проверки – улица Транспортная. Эти дома остались от 44-го тоннельного отряда. Он, к слову, уже прекратил свое существование. В отличие от принадлежащего ему когда-то вахтового поселка, в котором до сих пор живут люди. – Построены были как жилые дома или что? – Да. – Документы есть на это все, да? – Документы у нас нет. Но документы – это полбеды. Главное, чтобы жители этого дома не подвергали себя опасности. Но происходит обратное. Опять же, газовый баллон не на своем месте. А ведь совсем недавно в соседних постройках, которые также когда-то принадлежали тоннельному отряду номер 44, газовый баллон стал причиной большого бедствия. Полностью выгорело два дома. Но в частном секторе такие случаи, к сожалению, не редкость. С начала года у нас зафиксированы 9 случаев возникновения пожара. Основными причинами является неосторожное обращение с самим жителей и нарушение правил эксплуатации бытового отопления. И в том числе это и короткое замыкание электропроводки, на которое необходимо обращать внимание самим жильцам и проводить профилактические мероприятия с привлечением специалистов в этой области. Конечно, пожарные будут и дальше напоминать сочинцам, как уберечь себя от беды. Подобные рейды проходят регулярно. Однако и самим жителям стоит внимательнее относиться к своему жилищу, ну и, конечно, к своей жизни. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ. Сочинские полицейские просят водителей быть внимательнее на дорогах. На курорте проводится профилактическая операция «Пешеход», цель которой – повышение культуры и взаимоуважения между водителями и пешеходами. Очередной рейд прошел в Адлерском районе, в тех местах, где наиболее часто нарушают правила дорожного движения как пешеходы, так и водители. Знак пешеходного перехода должен быть одним из приоритетных для всех участников дорожного движения. К сожалению, многие его игнорируют, и это приводит к серьезным последствиям. Только с начала этого года сотрудниками госавтоинспекции было составлено более 400 административных материалов. Произошло 10 ДТП, 6 из них по вине самих пешеходов. Все спешимся, когда-то торопимся. Смотрите, пожалуйста, по сторонам, это такое напоминание. Такие же информационные листовки передаются в школы и в подразделения по делам несовершеннолетних для проведения с детьми и их родителями дополнительной профилактической работы. Кстати, в воскресенье театральная площадь будет закрыта. В связи с проведением финала международного фестиваля команд КВН в Зимнем театре, а также организации видеосъемки проекта для трансляции на федеральных телеканалах, 22 января с 7 до 22 часов площадь Зимнего театра будет перекрыта. Движение автотранспорта будет осуществляться в объезд. Очередную встречу с горожанами. На этот раз жителями микрорайона Макаренко. Накануне вечером провел глава Сочи Анатолий Пахомов. По традиции для более эффективного и оперативного решения задач на сходе присутствовали глава района, руководители отраслевых управлений, мэрии и руководители управляющих компаний. В начале встречи глава города напомнил о задачах, реализуемых в рамках социальных программ и отметил, что работа по выполнению приоритетных для сочинцев проектов будет продолжена, в том числе за счет налоговых поступлений и формирования социальной составляющей бюджета. За счет этих новых рабочих мест и за счет увеличения малых и средних предприятий мы, в общем-то, практически находимся с бюджетом олимпийским, то есть тем, который был во время подготовки к олимпийским. Это нам дает не только выполнять социальные гарантии перед своими горожанами, но и идти вперед. Немало тем в рамках встречи было затронуто жителями микрорайона Макаренко. Людей, в частности, интересовало обустройство детских площадок. Речь шла о строительстве игровой зоны на улице Абрикосовой. Анатолий Пахомов здесь же дал поручение направить средства на строительство объекта для детей. У нас просто четыре дома пятиэтажных, между вторым домом, как говорится. То есть, получается, по номеру шестым и восьмым у нас есть место для детской площадки. И мамы с детьми, ну, негде гулять, негде отдыхать. И хочется сделать там площадку детской. Интересовались жители и вопросами самовольной застройки, наличием ярмарок выходного дня. По торговле у главы курорта четкая позиция – город в рынок превращать не будем. Объектов реализации продукции достаточно. К тому же цены на ярмарках необходимо как можно чаще проверять. И это поручение в адрес специалистов управления. То, что у нас стало происходить сейчас на ярмарках – это неправильно. У нас на ярмарках сегодня цена иногда выше, чем на рынке. Ярмарка, как вы еще раз говорили, это не торговый объект. Это всего лишь механизм рыночного регулирования цен. Человек должен дешевую делать цену, чтобы за два дня продать и уехать. Вопросы незаконного строительства под особым контролем городских властей, отмечает Анатолий Пахомов. Сегодня застройщикам не удастся начать работы в обход закона. А то, что было построено, нередко добавляет проблем. Пример – дом по улице Макаренко, 8, друг 8, который по суду был сдан, квадратные метры распроданы. Работы по благоустройству не завершены. Последствия оползня сегодня устраняют за счет городских служб. Но вывоз земли не решит проблему. Надо делать подпорную стену, систему отвода воды. «Мы готовы помогать», – подчеркивает Анатолий Пахомов. Но за бизнес решать вопросы не должны. И виновные будут отвечать. Необходимо разгрузить дворы от личного транспорта. Гаражей в районе немало, но их используют больше как жилые объекты. Гаражи – не для того, чтобы там стояли машины. В них не стоявцы. А в них жилые. Мы просто знаем, что каждый гараж – это жилое помещение. Запрещенное. Оно ни в коем случае не соответствует никаким нормам. И гаражи должны будут для гаражей. Машины там стоять. И тогда, когда будут туда машины, туда и со дворов по уходят машины. Разгрузить улицы от припаркованного транспорта – неприхоть, подчеркивает глава города. А мера безопасности, в том числе пожарной. Освободить проезды, доступ к гидрантам, призыв к жителям и поручения управляющим компаниям. К тому же участки для оборудования стоянок в районе есть. С предложениями Анатолий Пахомов порекомендовал обращаться. Они будут рассмотрены. Подобные же встречи глава города планирует проводить чаще. Кроме того, лично проверять исполнение поручений, которые в рамках схода дает своим подчиненным. Рината Шипулина, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Этой ночью в нескольких районах Сочи не будет воды. Причина ремонт на насосной станции «Пасечная». Таким образом, с 23 часов пятницы до 5 утра 20 января будет прекращено водоснабжение санаториев Беларусь, Семени Дзержинского, Заполярье, Красмашевский, Радуга, Россия, Русь, Салют, Солнечный, Сочи, отеля Чеботарев, пансионата Нева, котельных номер 5 и 8, школ номер 4, 10 и 12, школы бизнеса, детсадов номер 32, 34, 82, 105, 132, Умка, поликлиники на Донской 62, детской поликлиники по переулку Пасечный. Без воды останется и жилой фонд. Это улицы Подгорная, Донская, Пасечная, Чехово, Виноградная, Восточная, Калужская, Санаторная, Клубничная, Кавказская, Тельмана, Тюрупы, Бамбуковая, Плеханово, Инжирная, переулки Пасечный, Рахманиного, Чехово, Строительный. Возможны перебои водоснабжений по улицам Целиная, Крымская, Волжская и Полтавская. За 100 дней до Гран-при России «Формулы-1» дан старт набору волонтеров. Королевские гонки пройдут с 27 по 30 апреля на Сочи-автодроме. Чтобы принять участие в подготовке и организации четвертого российского этапа королевских гонок, добровольцам необходимо быть коммуникабельными, ответственными и стрессоустойчивыми, а также обладать организаторскими способностями и умением работать в команде. Обязателем является отличное знание английского языка и опыт работы в качестве волонтера крупных спортивных и культурно-массовых мероприятий. Возраст кандидата от 18 лет. Отбор будет проходить в несколько этапов. Организаторы рассмотрят резюме, проведут скайп-интервью, а в апреле всех добровольцев ждет обучение. Для участия в международном автоспортивном проекте нужно до 1 апреля отправить заявку на указанный адрес с темой письма «Волонтер Формулы-1». К слову, ежегодно в Гран-при России принимают участие около тысячи волонтеров из разных стран. В полку сочинских художников прибыла на постоянное место жительства. Из Петербурга в Сочи переехал известный художник и скульптор, член Союза художников России Виталий Окунь. Сегодня в художественном музее открылась его первая на курорте, в целом же практически сотая. По счету выставка живописи и графики художник назвал ее «Реликт». В экспозиции представлено 34 работы, относящихся в том числе и к реликтовому стилю, в котором автор работает последние десятилетия. В целом же отмечает Виталий Окунь. Картины он подбирал, учитывая место проведения выставки. В Сочинском художественном музее художник решил показать графические листы в своей любимой технике литографии. Здесь иллюстрации как 80-х годов, так и русской классики и даже таинственной истории. Начиная с 99-го года я для себя открыл так называемый реликтовый стиль. Это петроглифы и наскальные рисунки наших пропредков, которые меня заинтриговали и дали толчок для нового витка в творчестве. В работах Окуня можно увидеть войну, укрощение диких лошадей, попытку взлететь и даже побег с покаянием. После переезда в Сочи родились и новые живописные картины с южным акцентом «Мацеста» и «Лопнувший гранат». Но все же живопись у автора не в приоритете. Я не хочу повторяться, поэтому я ищу свой остров, хоть маленький, но свой. Надо искать в искусстве свои всегда пути неповторимые. Камень отдает много. То есть рисунок на бумаге или на камне – это совершенно разное состояние. Разное состояние даже физическое, физиологическое. Ты чувствуешь его, ты на нем изображаешь, потом с него спечатаешь этот рисунок. Поэтому я взял вот эти вот литографские листы и стал делать еще контр-рельеф, чем я занимаюсь. Он дает объем и передает какую-то фактуру камня. И я полюбил его. Почему полюбил? Да полюбил. Люблю литографию. Переезд Виталия Окуня в Сочи местные художники восприняли с радостью. Теперь известный автор своими новыми работами прославит и Южную столицу. Когда в городе появляется новый художник, новый автор – это всегда хорошо для города, для любого города. Когда расширяется палитра участников выставочной деятельности – это всегда плюс для города, для людей, которые живут в этом городе. Каждый художник имеет свои характеристики творческие. Он не похож на любого другого рядом стоящего. В этом и смысл, что каждый художник приносит свое мироощущение, свое понимание красоты этого мира. Эти картины – одна сотая всех работ художника. Окуня их тысячи. Сотни находятся в музеях страны и в частных коллекциях по всему миру. И на сегодня это все. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов ткани для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok